ручка от чайника сломалась в том месте где крепится шпилькой корпусу чайника ремонт очень сложный поскольку это самое тонкое место и во время в то время когда берется чайник как раз усилия приходится на это место поэтому его необходимо скрепить так чтобы она прослужила еще сто лет и не ломалась чтобы не повредить деревяшку ручки я ее завернул кусочек кожи и теперь делаем отверстие которые послужат в качестве эпоксидных штифтов вот что получилось такую же операцию проделаю с второй частью вот сюда попадет эпоксидный клей и получится эпоксидные штифты обратите внимание на то место которое было снаружи разлома оно темнее это как раз и есть накопившаяся за десятилетия грязь для того чтобы склейка получилась качественной обязательно нужно обезжирить склеиваемые места чем обезжирить очень тщательно место разлома было под воздействием всевозможных условиях давно и могла накопиться и пыль и грязь туда забиться и и этой пыли и грязи конечно же не приклеится никакой клей после того как жир этот снимется будет очень прочное соединение никакие пылинки не будут мешать получиться тонкому шву конечно после обезжиривания нужно дать какое-то время перед склеиванием хорошо просохнуть предмету от этого обезжиривания я ускоряю процесс при помощи обычного фена почему так тщательно подхожу к склеиванию предметов потому что когда продаешь предмет он разваливается в руках у человека который его покупает это некрасиво я такого не допускаю а сам видел такое неоднократно своих коллег обе части тщательно обезжирены теперь они высохнут и можно приступить к склеиванию подготовил предмет проклейки обратите внимание края промазал воском для того чтобы если вдруг выскочит эпоксидка за пределы шва ее можно было бы легко удалить воск не даст ей прилипнуть на деревяшку намазал я клеем и вставил гвоздик тоже покрытый воском для того чтобы отверстие не залилось эпоксидкой уходящей из шва рекомендую вам приобретать эпоксидную смолу с длительным сроком застывания так как я не успел купил 5 минутку не успел еще замазать до конца шов и увидел что она начала буквально на глазах у меня застывать пришлось ускориться но надеюсь на прочности шва это никак не отразится я успел заполнить отверстие и вставить гвоздик покрытый воском для того чтобы отверстие под шпильку не заполнилась застывающей эпоксидкой клеевой шов получился почти идеальным от него не осталось следа кроме небольшой трещинки в месте разлома теперь необходимо несмотря на то что шов довольно прочный все таки это хрупкое место и для того чтобы усилить конструкцию вот в этой части просверлю отверстие и вставлю в него стальной штифт просверливаем отверстие в торце ручки для того чтобы вставить туда дополнительную шпильку и создать дополнительную прочность в хрупком месте у меня был обломок сверла оно довольно прочное и как раз я его использую в качестве шпильки а чтобы оно не выпадало и для того чтобы замаскировать отверстие в торце я залью это все эпоксидным клеем вот шпилька встала на свое место поверхность потом еще залакируется и этой шпильки не будет видно в торце а прочность значительно увеличилась теперь после того как механические все повреждения устранены ручку нужно очистить от старой краски или от лака это скорее всего щелак с битумным лаком очистить и затем уже приступить к свежей окраске а и и и и и